Первая остановка фестиваля становится еврейский дворик. Культурная локация располагается в самом сердце города, на территории старинной синагоги. За ее плечами большая история, поэтому без экскурсии не обходится. Ведь где, как ни в музее, говорить об истоках. После гости обсуждают продвижение туристических услуг в Бобруйске и обмениваются опытом работы. Важно подчеркнуть, что используя вот этот потенциал региона, мы можем многое продвигать с пользой для страны, для данного региона в частности. Поэтому сегодняшний семинар посвящен именно этому аспекту и больше ориентирован на тех, которые работают с внутренним туризмом. Выставка «Кола-Часу» в художественном музее – еще одно место притяжения первого фестивального дня. Здесь собираются ценители изобразительного искусства. Здесь 30 работ современных белорусских художников. Сама выставка называется «Колесо времени» и идея ее в том, чтобы показать связь поколений, показать о том, что наша жизнь настолько быстротечна, и что в жизни нужно ценить важные моменты. Отдельное место в галерее занимают работы начинающих мастеров. Конкурс – отличная возможность для юных художников заявить о себе. Лучших определяет компетентное жюри. Выбор непростой. Каждый рисунок хорош по-своему. Дополнением к выставке становится лекция о современном белорусском искусстве. Мы так и немножечко познакомимся, откуда идут истоки современного белорусского искусства, и рассмотрим творчество художников, которые сегодня живут, творят, выставляются и принимают активное участие в художественной жизни страны. Завтра форум продолжится. В плане второго дня – семинары по развитию творческих проектов, обсуждение национальных и региональных брендов. Подробно о спортивном движении можно будет узнать на встрече с Белорусской Олимпийской академией. А уже вечером – концерт органной музыки Валерия Шмата в театре имени Дунина Марцинкевича.